Сюжетная линия этого сериала была столь увлекательной, что перестаешь смотреть на часы. А завершившийся сезон оставляет в душе неизгладимое впечатление, потому что он получился невероятно эмоциональным. За персонажами было интересно наблюдать, а сами они по-своему притягательны. Зрители, которым понравился сериал, не теряют веру и очень ждут возможность увидеть новые серии, которые могут оказаться еще более интригующими и заслуживающими внимания. Однако в настоящее время стопроцентные информации по поводу выхода нового сезона нигде не опубликованы. Это значит, что любой источник, кроме официального, не даст вам точных фактов о возможном продолжении. Безусловно, все мы очень хотим увидеть продолжение. И как только появится любая информация, которая подтвердит возможность нового сезона, мы сообщим об этом на нашем канале. Ожидая продолжения такого удивительного сериала, не лишним будет вспомнить и о других культовых сериалах, которые потрясали многих своим увлекательным сюжетом. Возможно, некоторые из них будут для вас большим открытием. В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег, Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский, уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельные расследования произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который Первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль. События сериала происходят в СССР в конце 80-х. Это история о жизни простых советских людей, о молодости, о зарождающихся романтических чувствах. Житейские истории о любви и дружбе разворачиваются на фоне событий, приведших к коренным изменениям в жизни страны. Главный герой сериала – Иван. Он учится на втором курсе института, живет со своими родителями и младшим братом, а также дружит со своим лучшим приятелем Серегой. Вскоре Ваня знакомится с соседом по имени Боря. Ваня встречает девушку с именем Инга. Он влюбляется в нее, но она не отвечает ему взаимностью. Инга поселилась в общежитии и знакомится с соседкой, которую зовут Маша. Она комсорг факультета. Чтобы Инга заметила Ваню, он и Серега решают организовать квартирник, где должен присутствовать Виктор Цой. Цой так и не приезжает и в итоге квартирник спасает Галдин, который положил глаз на Ингу. Из-за квартирника у семьи Вани сломался телевизор и ему пришлось устраиваться на работу. Вскоре он познакомился с Катей, и они временно стали парой, а Инга начинает встречаться с Галдином. Сериал показывает невероятные изменения, которые произошли за несколько десятков лет. Сегодня в квартире можно установить домашний кинотеатр с большим экраном, а раньше в каждой семье смотрели советский телевизор-рекорд. Благодаря сериалу можно убедиться, что в прошлом веке считалось престижным иметь красный телефон чебурашка польского производства. Позвонить с улицы в 80-е годы можно было только с помощью телефона-автомата. Для современного поколения такой проблемы просто нет, ведь в мире появились смартфоны. Из интервью с Александром Якиным. Мне кажется, в первую очередь данный проект будут смотреть наши родители. И современные молодые люди тоже, потому что им будет интересно понять, как жили, общались, развлекались и влюблялись в то время. Забавно, но тогда даже шариковая ручка привезена, из Югославии, очень ценилась, а сейчас ей вряд ли кого удивишь. Во время подготовки к съемкам Наталья Зимцова расспрашивала свою маму о жизни в 80-е годы, искала на антресолях вещи того времени и даже читала журналы о моде, датированные 80-м годом. Вторая половина 15 века. Москва. Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван Третий получает предложение послов из Рима жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог. Иван Третий отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее, заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана Третьего, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана Третьего. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача. Одеть весь великокняжеский двор Москвы XV века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел – он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища «Сатана». У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогают ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий». Интересные факты. Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Тобол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем – стрелецкий психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к 8 годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через 4 года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насибян, сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах. 1970-е годы, СССР. Главная героиня, 16-летняя Соня, живущая как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее. Но внезапно она сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом. Не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом остается жива. Она спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея. В первой серии, во время празднования своего дня рождения, на даче погиб директор одной из местных фабрик, Литвинов Павел Петрович. Он отказал людям криминального авторитета немца поднять процент уплаты налога в общак. Через год семья Литвиновых оказывается в бедственном положении, и мать начинает выпивать. Младшая дочь Соня оканчивает школу и мечтает поступить в театральный институт. Чтобы отметить годовщину смерти отца, старший сын Игорь пытается продать фирменный продукт и попадает в КПЗ. Там он знакомится с Сергеем. Когда Соня встречает Игоря, ее видит Сергей. Он очарован девушкой. У них начинается роман. Действие многосерийной криминальной ретродрамы разворачивается в 1970-е годы в СССР. Сам телесериал создан на 8 серий, сценарий к которому написали Валентин Емельянов и Илья Рубинштейн. За режиссуру сериала отвечал Станислав Титаренко, известный телезрителем по проекту «Счастье мое». Главную роль в сериале сыграла актриса Соня Метелица, для которой съемки в этом проекте стали первой столь масштабной работой. Режиссер Станислав Титаренко описал этот сериал так. Криминальная драма с динамично развивающимся сюжетом, от которого будет невозможно оторваться. Но фильм не про месть, а про любовь. А ретро 70-х годов. А динамика сериала и музыкальное сопровождение очень современные. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через девять месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Диченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то, и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи. От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь, Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн-рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек, поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой – настоящий мужчина, но кажется сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, поделился продюсер. Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали «ранняя пташка». Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра. Здесь и начинаются ее приключения. В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца. После проводит свой день мечтая и работая над книгой. Она очень довольна своей жизнью. Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж. Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой. Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала. Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагосских островах. У Азиза – владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан. Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы. В итоге отец назначает его управляющим агентством. Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира. В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца. Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту – Айлин. Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность. Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом. Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале Star TV. В главных ролях проекта снялись Демитаз Демир и Джан Яман. В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал. Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель, бывший афганец Герман Неволин, водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группой Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием «Ненастье». Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману «Ненастье» Алексея Иванова, автора проекта «Географ Глобус Пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. «Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую втонь, экзистенциальную безму национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь». Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». Этот сериал ясно показывает, что безобидной лжи не бывает. Рано или поздно даже самая тайная мысль оказывается в реальности настоящего времени. Создатели проекта предлагают зрителям представить ситуацию, когда такая реальность материальна и действительно существует. И самые безжалостные фантазии в ней воплощаются. Это история о человеке, для которого слились воедино власть, вседозволенность и безнаказанность. Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из школьных окон у учеников на глазах. Капитану с именем Игорь предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка. И для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием «Спарта». Это история о том, как можно легко манипулировать еще не окрепшим сознанием детей. До чего может довести безнаказанность, деньги, связи, ложь. Подростки как губка, которая все это впитывает и проецирует в жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что дети могут быть очень жестокими. Здесь стираются границы между игрой и реальностью, судьба разбивается о чью-то больную идею, а тайны бережно хранятся в самых темных уголках памяти и души. Главные роли исполнили Артем Ткаченко и Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орел» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм». А в 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix. Александр Петров, исполнитель роли Михаила Барковского, рассказал подробности о проекте. Название сериала – это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стояла история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Эта тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы себе же ответить на некоторые вопросы. Главная героиня ослы – врач, спасающая людей. А Ферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека даже глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда ослы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата не поднимается рука убить ее, поэтому он предоставляет ослы шанс. В первой серии Ферхат узнает, что у человека, которого он любит как родного отца, украли ноутбук. Если информацию, которая находится на ноутбуке, распространят, то это положит конец его политической карьере. Он проиграет выборы на пост мэра, к которым готовился на протяжении многих лет. Ослы вынуждают оперировать раненого человека. Она думает, что спасет человека и сможет спокойно уйти из поместья. Однако планы пойдут совсем не так, как она ожидала. С того дня, жизнь Ферхата и ослы пойдут в совершенно другом направлении. Интересные факты. Берджи Акала, исполнившая главную роль, в 2004 году заняла третье место на конкурсе красоты «Мисс Турция». Персонаж Ибрагима на протяжении всего сериала носит одежду только черного цвета. В одной сцене главная героиня смотрит телевизор, где идет голливудский фильм «Мой парень псих», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года. В 2019 году вышла украинская адаптация под названием «На твоей стороне». Режиссером сериала выступил Ясен Услу, известный по таким проектам, как «Наша история», «Любовь на крыльях птицы». Сценарий написали Элем Джан Палат. Его работы «Империя лжи», «Изумрудный феникс», «Дочь посла». А также написанием сценария занималась и Сема Эргеникон. Главную роль сыграла турецкая актриса Бирджа Калай, получившая известность благодаря проектам «Вавилон», «Иногда жизнь прекрасна», «Сумасшедший лесник». Также за работу в проекте была удостоена нескольких национальных наград в номинации «Лучшая актриса». Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. «Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания Вайт Медиа. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе «Премьер». А на телевидении проект показан в 2021 году. В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха. И Соня, девушка из строгого православного рода. Переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет. Пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». В первой серии показываются события, которые предшествуют проявлению симптомов у пациента. На протяжении эпизода команда врачей пытается определить болезнь, вызывающую эти симптомы. Используется метод дифференциальной диагностики, при этом врач-диагност Рихтер руководит обсуждением диагноза. Его интересуют только самые сложные и запутанные случаи, проще говоря, медицинские головоломки. Рутинная работа в больничной поликлинике навевает на него скуку и раздражает. Рихтер избегает разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут. В прошлом Рихтер перенес сложную травму на бедре, инфаркт четырехглавой мышцы. И теперь он ходит, опираясь на трость, и пьет сильные обезболивающие. Рихтер самоуверен, заносчив, резок и циничен, не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему чуждо. Строить личные и профессиональные отношения он не умеет и, кажется, не хочет. Люди, находящиеся рядом с ним, становятся объектами насмешек и провокаций, за которыми бывает непросто рассмотреть искреннюю заботу. За создание российского Доктор Хауса взялся телеканал Россия-1. Главную роль эксцентричного врача в русской версии сыграет Алексей Серебряков. Режиссер Андрей Прошкин рассказал детали о сериале. Рихтер – циничный, замкнутый и одинокий. С сардоническим чувством юмора, как и Доктор Хаус. Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. Мы старались сделать персонажей не пустой калькой, а достоверными для нашей действительности. Герои должны оставаться живыми, чтобы за ними было интересно наблюдать. Поэтому какие-то вещи мы оставляем как в оригинале, но меняем детали и интонацию. Первоначально предполагалось, что премьера четвертого сезона сериала выйдет в свет осенью 2020 года. В дальнейшем, однако, было объявлено о переносе сначала на февраль, а потом на октябрь 2021 года. В 1956 году бывшие сотрудницы дешифровального отдела Анна, Соня, Ирина и Катерина рискуют благополучием своих семей. Спустя больше чем 10 лет, после окончания Великой Отечественной войны, они решают вновь объединиться в специальную группу, чтобы начать совместно проводить расследование и помогать следственным органам в раскрытии запутанных дел. Именно об этом повествует первая серия. Съемки первого сезона телесериала проходили с 3 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Владимир Утин поделился деталями проекта. «Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала «Код убийства», но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их 6. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Формально это адаптация, но по сути это самостоятельный фильм. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров, захватывающего исторического детектива и глубокой драмы. Вместе с раскрытием детективного сюжета зритель наблюдает и за развитием сильных драматических личных историй каждой из четырех главных героинь. О сериале также рассказала и режиссер Вера Сторожева. «У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты, генерал-майор московского уголовного розыска и криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист. В первой серии сериала спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город. У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире и люди в ней жили хорошо. Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами. Александр со школы влюблен в Елену Сесарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой. В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик. Здесь зритель видит не классического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности. Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий. И делает это не потому, что вокруг него все чудесно. Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти не жизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что. Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии. В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества. В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей. Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года. Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года. Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале. Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями, патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада. При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют патриотом, за его яркую позицию, но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок. Главная героиня сериала – Марина. Успешная, красивая 39-летняя женщина. Она владеет отличным цветочным магазином, замужем за врачом-хирургом, имеет двух прекрасных детей и даже беременна третьим. Казалось бы, здесь ни к чему не придраться. Но первая серия дарит своим зрителям невероятный поворот сюжета. На самом же деле, цветочный магазин – это только прикрытие. Настоящая профессия обычной женщины Марины – сутенерша с очень необычным специфическим бизнесом. А ее подруга помогает ей искать девушек-рабынь. Так в бордель попадает юная прекрасная блондинка, которую главная героиня выставляет на аукцион. Однажды одну из работниц сутенерша внезапно находит бессознание в гостинице. После чего Марина пытается уничтожить все следы. По словам создателей сериала, в сценарии этого проекта угадываются мотивы рейтинговых зарубежных телефильмов. Например, «Косяки», «Во все тяжкие» и «Бесстыдники», но только перенесенные в современные российские реалии. При этом в сериале сочетаются мощные женские персонажи, исключительная игра актеров и потрясающая операторская работа. Борис Хлебников рассказал подробности о данном российском детективном телесериале. «У нас действительно замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссеру было очень интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье. О том, как меняется роль женщины, как она становится главной». Актриса Анна Михалкова высказала свое мнение о работе над проектом режиссера Бориса Хлебникова. «Такая роль – это огромный подарок любому актеру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он дает возможность всей группе почувствовать себя соавторами. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом в первую очередь как над большим произведением, в которое можно многое вложить». У Бориса Хлебникова есть свой почерк. И он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах. Зрители очень высоко оценили данный сериал. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет почти что 8 баллов из 10. Смоленск – обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. «Мне очень нравится, когда мистика и быт умело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности». В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас. В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбеков. Пояснил Антон Маслов. Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии, на вечеринке в честь окончания вуза одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут, у всех на глазах, следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграло одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. «Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами в многосерийных фильмах». Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно, мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь, и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. «Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось». Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова». Денис Сазонов Бывший пилот гоночной команды КамАЗ Мастер. После перерыва в 12 лет и краха на всех жизненных фронтах, он хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается не так уж и просто. Так начинается сериал в первой серии. Когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из КамАЗ Мастера за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет. Заместитель директора команды Еремин не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис серьезно нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь в руль с самого начала. Но и здесь его ждет неприятный сюрприз. Он встречает свою бывшую жену, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Сюжет сериала выдуман, но российский спортивный экипаж КамАЗ Мастер – это действующая с 1988 года команда, которая впервые участвовала в гонке в Дакаре в 1990-м, а через шесть лет выиграла ее. Всего с начала основания команда принимала участие в ралли 29 раз и завоевала 17 наград. Съемки картины начались в феврале 2020 года, через 14 дней после ралли в Саудовской Аравии, где экипаж занял первое место. На подготовку к съемкам ушло пять лет. Сериал снимался в Республике Татарстан, где размещена база команды. А также в Астрахани и области, в Казахстане и в Москве. Проект был создан при поддержке команды и президента Татарстана. Макар Запорожский, который исполнил роль пилота Сергея Беликова, поделился своими впечатлениями о съемках. Я потрясен. Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках, тех, на которых проходит трассу пилоты. Это восторг. Каждый мальчик и по желанию каждая девочка, все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясен. В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине. Честно говоря, я не знал, что команда называется КамАЗ-мастер, но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И еще я знал, что КамАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями.